Продолжение следует... Сейчас следующую сцену, я здесь открою редактор изображений и мы здесь загрузим картинку, у меня она вот уже находится на рабочем столе и выглядит она следующим образом. Мы в рамках нескольких роликов, 4-5, попробуем создать примерно следующую сцену, поэтому здесь мы оставим эту картинку в качестве референса, будем иногда на нее поглядывать и вернем уже спрятанное окно Outliner, которое я здесь заменил и можем начать моделировать. Конкретно в данном ролике мы будем создавать основу, самые такие базовые элементы и уже впоследствии с каждым последующим роликом будем добавлять все больше всевозможных деталей. Активируя отображение клавиш в окне 3D-вида и сразу же выделим лампочку, камеру и их удалим, они нам временно не нужны и сосредоточимся на нашем кубике. Перейдем на вид спереди, ортографический вид и сразу же перейдем в режим редактирования, я нажму GZ и зажав клавишу Ctrl подыму ровно на 1 метр наш кубик. Весь наш домик будет приблизительно 10 метров в высоту, одна наша клеточка в окне 3D-вида у нас является 1 метром, поэтому мы можем выделить сейчас верхнюю часть и ее просто приподнять чуть-чуть и впоследствии начать экструдировать. После того, как мы проэкструдируем, можно нажать клавишу S и начать разводить вершины, и если мы сейчас посмотрим на виде сбоку, то мы видим, что они расходятся во всех направлениях, и наше здание становится не просто шире на виде спереди, а также и шире на виде сбоку. Я считаю, что это не критично, это добавит немножко стиля, но если вам это не нравится, то вы можете во время масштабирования нажать клавишу X, и таким образом вы будете разводить лишь по оси X эти вершины, и ширина, скажем так, вашего здания увеличиваться не будет. Поэтому немножко развели в этой области, и еще раз проэкструдировали вверх, и здесь можно еще раз развести. И теперь экструдируем последний раз до наших 10 метров, и здесь просто уже по оси X, S, X, сводим эти вершины практически в одну точку. Ну и на данном этапе получаем примерно следующий результат, здесь его теперь можно немножко подправить, переключиться на режим выделения граней, с помощью Alt выделить нижнюю часть, и нажав S, Shift Z, сделать возможно ее чуть-чуть толще. Итого возвращаемся в объектный режим, откроем боковую панель, и вот мы видим, что по оси Z у нас высота как раз 10 метров, ширина около 3, на данном этапе все меня устраивает, и мы можем двинуться дальше. И теперь у нас здесь есть такая небольшая пристройка, это своего рода часть этого домика, но она немножко уже, нежели сам наш основной домик, поэтому нам здесь нужно сделать вставку граней. Переходим в режим редактирования. Здесь нижнюю грань в принципе можно удалить, она нам не нужна, мы ее видеть не будем. А после этого выделяем эти три, выбираем инструмент Insert Faces, и здесь потянув за виджет, устанавливаем глубину, на которую мы будем вставлять наши новые грани, и после того как мы их вставили, здесь на панели последнего действия, пункт Boundary, если мы отключим, то вот вы видите какой у нас происходит результат, у нас здесь не будет окантовочки вокруг наших всех вставленных граней, нижняя часть полностью заполнится, это как раз таки то, что нам нужно. И после этого мы можем переключиться теперь на инструмент экструдирования, перейти на вид спереди, и проэкструдировать все эти грани. Они по умолчанию экструдируются вдоль нормалей, мы можем нажать клавишу например X, и таким образом экструдирование будет происходить по оси X, и соответственно пол у нас останется неизменным. Здесь на глаз опять же регулируем, насколько далеко нужно это все проэкструдировать, но я думаю примерно так можно и оставить. Все, инструменты мы все выключаем, и теперь выбираем какой-то из ребер здесь сверху. И просто это все опускаем ниже, и делаем здесь небольшой скос. Также можем выбрать еще соседние, опустить их оба. Ну и после этого мы видим здесь у нас верхняя часть шире, нежели нам нужно, поэтому мы на виде сбоку можем нажать S, Y, и это все свести. Ну и вот собственно базовая форма нашего основного домика готова. Здесь нижнюю грань также можно выделить и удалить, она нам здесь не нужна. И мы можем приступить к моделированию нашей башни. В объектном режиме добавляем объект кольцо. Здесь все настройки по умолчанию, 32 вершины без заполнения, и смещаем его по оси X немножко в сторону. И теперь переходим в режим редактирования, включаем режим выделения вершин, так нам их лучше будет видно. И сейчас с помощью всего-навсего экструдирования и масштабирования мы полностью создадим эту башню. И здесь такой очень хитрый момент, с которым вы очень часто будете сталкиваться, я сейчас объясню как это работает, чтобы впоследствии у вас поменьше было ошибок. Если мы нажимаем клавишу И и например клавишу Z, то вот мы экструдируем новые вершины по оси Z. Все просто и понятно. Но очень часто у вас будет следующая ситуация, вы захотите продолжить экструдировать, и вы нажмете например клавишу И, начнете экструдирование, а впоследствии нажмете правую клавишу мышки, либо же Escape нажмете клавишу, и вам покажется, что вы отменили процесс экструдирования. Но на самом деле экструдирование вы не отменили, вы отменили лишь действие перемещения. Видите, здесь на панели последнего действия указано Extrude Region and Move, то есть когда вы нажимаете клавишу И, вы и создаете новые вершины, и сразу уже двигая мышкой можете их перемещать. И вот на данном этапе, если я нажму теперь просто G, то вот мы видим, что вершины уже готовые, созданные. И мне уже необходимо их сначала удалить, а впоследствии я уже могу новые экструдировать из текущих, потому что теперь, когда я их перемещаю, уже ничего нового нет. И визуально вот этих дубликатов вершин не видно, и вы можете продолжить работу и не заметите здесь никакого подвоха. А впоследствии, когда будете использовать всевозможные модификаторы и дальше работать с программой, здесь будет огромное количество проблем из-за дубликатов. И придется, во-первых, понять, что это проблемы из-за дубликатов, ну а во-вторых, потом от них избавиться. Поэтому будьте очень аккуратны при использовании экструдирования. Это самый частый и самый полезный, удобный, простой инструмент, но именно за счет него новички очень часто создают себе огромное количество проблем. Поэтому определились с экструдированием и сразу же проэкструдировали. Если хотите что-либо отменить, то после экструдирования и нажатия, допустим, правой клавиши мышки, нажмите еще раз Ctrl-Z. И таким образом у вас пропадут дубликаты и вот теперь мы видим, что у нас идет свечение от нашего ребра. И таким образом мы уже знаем, что здесь осталось лишь одно кольцо вершин и никаких дубликатов нет. Потратили несколько минут времени на это, но это очень важный момент, поэтому будьте внимательны. При экструдировании вы можете насоздавать много лишней геометрии и впоследствии придется от нее избавляться. Так вот, мы делали здесь башню и продолжаем. Теперь я нажимаю снова экструдирование и впоследствии нажимаю клавишу S и могу это все свести сюда немножко в центр. Снова перейду на вид спереди, снова экструдирование по оси Z и мы это все приподнимаем, ну примерно до следующего уровня. И снова похожая процедура E, S и сводим это еще немножко в центр. И опять переходим на вид спереди и начинаем экструдировать нашу башню. Нажимаем E, Z, здесь уже значительно выше ее приподнимаем, я думаю до следующего уровня. И теперь еще раз экструдируем вверх по оси Z и после этого нажимаем S и здесь разводим, то есть делаем расширение ближе кверху. И теперь после этого расширения нам нужно сделать здесь балкончик. Делаем E, S, разводим вершины в стороны, после этого E, Z приподнимаем их, опять же регулируем толщину и теперь снова сводим. Можно перейти на вид сверху, нажать E, S и свести примерно до того уровня, как это здесь и было. Теперь экструдируем непосредственно верхнюю часть самой башни и осталось нам сделать ей крышу. Снова нажимаем E, S, разводим, делаем крышу чуть шире нашего балкончика и экструдируем все вверх по оси Z до уровня высоты нашего домика, либо можно башню сделать даже чуть-чуть повыше, там буквально на полметра. И теперь мы можем эти все вершины здесь свести в центр в одну точку, для этого мы нажмем Alt-M и выберем пункт Add Center. И таким образом они все сведутся в одну точку. Ну и вот собственно все, выходим из режима редактирования и вот у нас наша башня практически полностью готова. И как вы заметили, при помощи всего-навсего одного экструдирования и масштабирования мы ее сделали достаточно быстро и легко. Ну и давайте теперь закончим с нашим балкончиком. В режиме редактирования можно нажать Ctrl-R и здесь подразделить эту часть. Строго посередине. А затем в режиме выделения граней выделяем через Alt здесь кольцо. И теперь можем снять выделение следующим образом. В меню Select выбрать режим Checker Deselect. И здесь выбрать 2 и 2. То есть 2 выделить, 2 пропустить. Здесь не всегда будет это все равномерно. Вот вы видите у нас 2 через 2, а здесь 3 пропущено. Можете вручную это исправить, но я не буду на это тратить время. Мы попросту нажмем E, Z и приподнимем эту часть. Вот собственно и все. И уже теперь базовая форма нашей башни готова. Мы можем назначить ей Smooth Shading, но в данном случае выглядит она не очень, поэтому мы здесь на вкладке Object Data отметим пункт Auto Smooth. И таким образом острые края у нас останутся острыми, а там где должно быть сглажено, та часть башни сгладится. Итак, башня у нас есть, мы можем ее немножко ближе пододвинуть к нашему домику. И теперь, я думаю, настал момент для создания пола. Для этого мы добавим в цену плоскость, и изначально сделаем ее попросту значительно больше. И теперь, перейдя в режим редактирования, режим выделения вершин, чтобы их лучше было видно, мы сейчас на виде сверху вырежем вот этот наш остров вокруг нашего домика. Для этого мы возьмем инструмент нож, я нажимаю клавишу K, у меня появляется курсор в виде ножа, но я могу здесь откуда-то зайти на нашу плоскость, и вот так пока мисс хаотично вокруг нашего домика кликать и создавать здесь все возможные вырезы. Впоследствии навожу курсор к той точке, грубо говоря, с которой мы начали, а она сюда привяжется, нажимаем, и теперь нужно нажать клавишу Enter, и таким образом наш разрез завершится. Здесь сейчас будут небольшие правки, и теперь мы выделяем несколько граней, сначала все наружные, и через X, Faces, мы их удаляем. Снова теперь возвращаемся в режим выделения вершин, и здесь видим, у нас получилась дополнительная линия, которая нам не нужна, мы сейчас попробуем от нее избавиться. Но для начала мы можем выделить вот эти три вершины, и их удалить. А теперь выделим данное ребро, и с помощью правой клавиши мышки его подразделим, например, три раза. И таким образом мы здесь заново создали три вершины. И уже на виде сверху можно нажимать просто клавишу G, и продолжить здесь как-то деформировать форму, и создавать какой-то вырез. Также в любой момент мы это все можем подправить. Ну и вот на данном этапе форма нашего полуострова, скажем так, готова, точнее острова. И мы его теперь экструдируем вниз по оси Z. Создаем здесь какую-то толщину, буквально один метр, и с помощью клавиши S можем это чуть-чуть свести. И вот получаем следующий результат. Можем его в целом увеличить, можем пока оставить как есть. В любой момент дорабатывать его очень легко. И как видите, здесь еще маленькие такие острова вокруг есть. Мы их также можем сейчас быстро сделать. Можно взять всего-навсего одну вершину, с помощью Shift-D ее продублировать. И теперь, экструдируя эту вершину с помощью клавиши E, либо же зажав Ctrl, и кликая правой клавишей мышки, мы сразу же можем создавать вершины. Впоследствии две крайние объединяем с помощью F, и затем выделяем все, и также нажимаем F, и у нас здесь создается следующий элемент. Его уже можем экструдировать вниз по оси Z, делать меньше, а впоследствии полностью выделить весь этот элемент меша с помощью клавиши L, и допустим продублировать его в эту область, здесь на другой какой-то угол повернуть, продублировать еще раз сюда, также повернуть, ну и так далее. Здесь в центральной части создадим новый уникальный какой-то объект, и уже его проэкструдируем вниз по оси Z, сделаем меньше, ну и я, пожалуй, все-таки проэкструдирую этот элемент в эту область, сделаю его значительно меньше, и немножко ниже опущу. Ну вот как-то так. Все, возвращаемся в объектный режим, я его отсюда забрал, получается, вернем обратно, Shift D, и повернем. Ну и вот смотрим примерно под следующим углом, впоследствии все редактируем, если нас что-то где-то не устраивает, но на данном этапе, я думаю, на этом можно остановиться. И таким образом землю мы сделали, уже у нас картина начинает вырисовываться, и на данном этапе сейчас немножко преобразим наш viewport. Здесь в меню Shading мы можем, во-первых, выбрать какую-то студию, можем маткап целый использовать, но здесь у нас есть пять предустановленных, скажем так, студий, они по-разному светят на нашу сцену, и я для данной сцены выберу вторую, она мне нравится немножко больше. Также мы отметим параметр Shadow, таким образом у нас появятся тени, это также создаст, скажем так, глубину нашей сцены, мы можем эту тень как-то повернуть, и я отмечу пункт Cavity, в данном случае острые ребра у нас подсветятся белым, а вогнутые будут подсвечиваться черным, и когда у нас будет появляться огромное количество деталей, а в последующих роликах они будут появляться, то эти все детали будут гораздо лучше видно, и в целом картинка будет смотреться куда приятнее. И вот на данном этапе, я думаю, можно заняться нашими елочками, здесь мы их видим три, но на самом деле их четыре, здесь еще в конце есть четвертая, и вот сейчас, я думаю, можно создать как раз-таки четыре нашей елочки. Добавляем в сцену цилиндр, здесь используем всего-навсего восемь вершин, и никакое заполнение нам не нужно, Cup Fill Type ставим на сень. Его можно сразу же передвинуть сюда в сторону, в режиме редактирования сделать значительно меньше, растянуть по оси Z, и впоследствии выделить, возможно, лишь верхнюю часть, ее поднять еще выше, и немножко свести. И теперь давайте создадим непосредственно саму елочку. Добавим в сцену кольцо на 32 вершины, все настройки по умолчанию, и переместим его сюда в сторону. Перейдем в режим редактирования, и все эти 32 вершины проэкструдируем вверх по оси Z. После этого сведем их в центре, но не до конца, создадим своего рода такой, обрезанный немножко конус. И снова теперь выделяем нижнее кольцо вершин, и снимаем с них выделение с помощью инструмента Checker Deselect. У вас здесь, возможно, останутся опции 2 и 2, вы установите здесь оба параметра в размеры 1 и 1, соответственно, одна вершина через одну будет у вас выделена. И теперь на виде спереди нажимаем G, Z, приподнимаем чуть-чуть эти вершины, и с помощью клавиши S регулируем, куда их свести вовнутрь, либо же оставить снаружи, я примерно верну их практически в центральное положение. Теперь снова вручную уже выделяем из вот этих верхних вершин через одну. Делается это достаточно быстро. И снова на виде спереди мы нажимаем G, Z, приподнимаем их еще чуть-чуть выше, и снова с помощью клавиши S регулируем, как это все нужно свести. Итого, базовая форма нашей елочки у нас есть. Мы ее теперь можем опустить сюда ниже. Сделать больше. Параметр Scale у нас изменился. Мы сейчас будем использовать модификатор Solidify. Для него это значение важно, поэтому нам желательно иметь его в значении 1. Нажимаем Ctrl-A, Scale, устанавливаем единица. И здесь на вкладке с модификаторами добавляем модификатор Solidify. И здесь регулируя толщину, мы придаем толщину этому элементу. Мы впоследствии уже отрегулируем, какая она нам здесь нужна. А на данном этапе нужно закончить создание непосредственно самой елочки. Поэтому мы берем этот объект, дублируем, Shift-D, по оси Z приподнимаем, и верхнюю часть делаем еще меньше. Можно настраивать прям так, чтобы они друг с другом соприкасались. Можно небольшой зазор оставлять здесь уже на свое усмотрение. Создаем третью часть, четвертую, ну и возможно пятую. На данном этапе цилиндр нам мешает, его можно сделать пока поменьше. И теперь нам снова нужно продублировать последнюю часть, Shift-D, Z, делаем ее еще меньше. И нам верхушку эту нужно закрыть, поэтому мы перейдем в режим редактирования, выделим все вот эти вершины, и как и в случае с башней, Alt-M, Add Center. И таким образом все сведем в центр. И вот на данном этапе у нас теперь здесь есть шесть независимых объектов, мы их выделяем сверху вниз, последним выделяем самое основное, у нас как раз здесь центр будет находиться внизу. И нажимаем Object, Join. И таким образом мы объединили все вот эти объекты в один. И теперь уже можем выделить саму елочку и ее ствол. Его, кстати, можно сделать, наверное, немножко меньше. Давайте перейдем в режим редактирования, полностью выделим, S, Shift-Z, и сделаем немножко тоньше. Все, и теперь можно сделать ее больше. С помощью клавиши S увеличиваем. Не забываем применить впоследствии параметр Scale, потому как увеличивая объект, в объектном режиме мы изменяем этот параметр. Ну и размеры меня сейчас устраивают, и теперь нам нужно эту елочку немножко наклонить. Мы выбираем верхнюю ее часть, и помимо модификатора Solidify добавим модификатор Simple Deform. Включаем режим Bend. И вот мы видим, что на данном этапе наша елочка загибается по оси X, и регулируя здесь параметр Angle, мы получаем следующие результаты. Нам оси X не нужна, нам нужно ее искривить по оси Y, поэтому мы здесь выбираем оси Y. И уже здесь регулируем, и видим, какие получаются результаты. Так, это я перестарался. Ну, я думаю, градусов на 20 можно ее наклонить приблизительно, этого будет достаточно. Эту часть объекта можно сделать меньше, чтобы она у нас здесь не торчала. G, Z, опустить. Наклонять не обязательно, этого всего не видно. Ну и вот, по сути, одна елочка у нас готова. И теперь мы ее можем еще 4 раза продублировать, разместить в каких-то местах. Shift D. И, возможно, как-то произвольно повернуть, либо же сделать немножко больше. Эту позади можно увеличить, приподнять. И продублировать еще две елочки на обратную сторону. Shift D, X. И здесь мы можем ее либо повернуть, либо порегулировать модификатор Simple Deform в обратную сторону. Я думаю, так будет проще. И продублировать ее еще раз. Здесь можно, чтобы они друг друга пересекали. Та, что позади, снова сделаем ее, возможно, больше. Эту переднюю можно сделать, наоборот, чуть-чуть меньше. Одним словом, настраиваем и добиваемся таких результатов, чтобы вся сцена нас устраивала. Ну вот, пожалуй, на данном этапе, я думаю, все выглядит неплохо. И мы можем двинуться дальше. Елочки у нас есть. Картина уже максимально близко похожа к той, которая нам нужна. И теперь нам, пожалуй, нужно сделать здесь вырезы для наших дверей и окон у нашего домика, и также у нашей башни. Делать это мы все будем с помощью булевых операций. Мы сейчас для этого добавим в сцену кубик. Я его перемещу сюда в сторону. Точнее, наверное, даже давайте сделаем не кубик, а добавим сразу же кольцо. Смещаем его. И уже здесь в режиме редактирования поворачиваем его на 90 градусов. Экструдируем по оси Y. С помощью клавиши F создаем многоугольник в одной стороне. И выделив переднюю часть, также нажимаем F и создаем здесь многоугольник. И теперь с помощью клавиши L полностью выделяем этот объект и регулируем тот диаметр окна, который нам здесь нужен в верхней части нашего домика. Ну, примерно так. После этого мы эту часть задвигаем по оси Y примерно на середину. Впоследствии мы эту глубину выреза будем еще редактировать. И теперь можем продублировать это кольцо, либо же здесь в режиме редактирования начать создавать какие-то другие базовые примитивы. Я с помощью Shift D сначала продублирую. Можно строго по оси Z это вниз все опустить. И на данном этапе нужно удалить половину этого объекта. Включил прозрачность. Через рамочку выделил вершины и с помощью клавиши X их удалил. Теперь у этого объекта нужно немножко изменить форму. Можно нажать S, Z. И таким образом здесь создать, возможно, не такой резкий переход. И теперь мы выделяем всего-навсего, получается, 4 нижние самые вершины. И из них экструдируем высоту наших дверей. И Z. Опускаем это все вниз. И здесь с помощью S и X их немножко сводим. Здесь регулируем высоту, на которой у нас будут ступеньки у нашего здания. Они здесь будут не слишком большие. Ну и все. Можно нажать клавишу F, эту часть закрыть. И теперь через Alt выделили эту область, нажали F. И переднюю часть, и также F. И выделив уже все, мы снова по оси Y это задвигаем. И таким образом здесь будем регулировать глубину нашей двери. Ну и оставшиеся два выреза для наших окон. Снова можно взять, выделить этот объект. Его продублировать. И здесь снова выделить, пожалуй, нижнюю половину. И ее удалить. Оставшуюся часть можно сделать попросту меньше. Немножко приподнять. И снова выделив 4 нижние вершины. Проэкструдировать это все по оси Z. До высоты двери примерно. И в конце нажать клавишу F. Теперь выделили эту часть F. Выделили переднюю. Нажали F. И все. Этот объект у нас готов. И нам нужно создать дубликат точно такой же. Поэтому на виде спереди просто нажимаем Shift D. По оси X. Отводим это все немножко в сторону. И уже с помощью клавиши L, выделив оба данных объекта, задвигаем их по оси X. Точнее по оси Y. J, Y. И заводим это все вовнутрь. Итак, получили следующий результат. Теперь этот объект можно попробовать как-то назвать. Сейчас я его здесь в Outliner назову Boo, то есть буллевые операции. И здесь на вкладке объекта в самом низу в меню Viewport Display можно отметить ему пункт Wire. Таким образом мы его плохо будем видеть, хотя впоследствии мы его скорее всего попросту будем скрывать из окна 3D-вида. И теперь мы выбираем наш домик. Переходим на вкладку с модификаторами. И добавляем модификатор Boolean. В качестве объекта указываем вот этот объект булл. Ну и вот собственно получаем результат. Этот объект буллл можно скрыть с помощью клавиши H. И вот мы видим какие у нас получились вырезы. На данном этапе если нам какой-то глубины где-то не хватает, то мы можем с помощью Alt-H вернуть этот объект, перейти в режим редактирования. И здесь индивидуально например выделить наши окна. И сдвинуть их по оси Y немножко глубже. То же самое касается наших дверей. Ну и пожалуй верхнюю часть. Либо же можно было сразу же выделить весь объект и просто создать здесь большее углубление. Впоследствии, так как это у нас модификатор, мы в любой момент можем подвигать и сделать здесь углубление либо же больше, либо же меньше. Ну и пожалуй последний этап, который сделаем в рамках данного ролика, это создадим здесь ступеньки. Для этого добавим в сцену куб. Выдвинем его немножко вперед. И здесь сразу же можно переходить в режим редактирования и регулировать его размеры и подгонять высоту под наши ступеньки. Итак, высоту кубика настроили. Теперь включаем режим выделения граней. И давайте включим инструмент перемещения. У нас здесь появятся стрелочки. Будет нагляднее, как это все двигать. Это у нас будет наша последняя ступенька. И теперь мы нажимаем экструдирование. Оно вдоль нормали нам экструдирует новую ступеньку. И на данном этапе мы можем нажать Ctrl-R и здесь создать вверху разрез, тем самым отрегулировав высоту этой ступеньки. Теперь снова нажимаем тройку, чтобы включить режим выделения грани, потому как инструмент LoopCut, который мы вызываем с помощью Ctrl-R, переводит нас всегда в режим выделения ребер. И мы здесь снова экструдируем очередную ступеньку. Снова нажали Ctrl-R. И еще раз здесь подразделили. Троечка. И экструдируем. И таким образом идем до тех пор, пока не достигнем нашей земли. Ну и здесь, я думаю, можно сделать еще одну последнюю ступеньку. И после того, как они у нас готовы, нам было бы неплохо их немножко расширить, потому как они у нас сейчас идеально ровные. Для этого мы можем выделить все ту же последнюю грань. Включить пропорциональное редактирование. Режим Linear выбрать. И нажав клавишу S, X, отрегулировав радиус с помощью колесика мышки, мы можем здесь сделать их вот так, немножко расширяющимися. Смотрим результат в объектном режиме. Если нас все устраивает, пропорциональное редактирование можно выключить, а то мы впоследствии о нем, как обычно, забудем. Ну и вот на данном этапе у нас получается такая следующая базовая форма нашего замка. Практически все основные элементы у нас есть. Здесь не хватает мелких элементов на крыше, но ими, я думаю, мы уже займемся во время создания самой крыши. Добейтесь здесь сейчас на данном этапе желаемых форм и пропорций, чтобы высота всех элементов вас устраивала, потому как впоследствии чем больше деталей мы добавим в нашу сцену, тем проблематичнее, потом впоследствии будет что-либо редактировать. А здесь, пока мы видим нашу базовую форму, сделайте так, чтобы вас на этом этапе все в сцене устраивало.